«Ты не хочешь со мной говорить? Нет? Ты просто клоун! Ты хоть знаешь, кто это такой? Хватит разговаривать, убирайся отсюда!» Именно такой разговор произошёл у Златана Ибрагимовича с судейской бригадой. Почему он это сказал? Ибре не понравилось решение арбитра в моменте со вторым голом. Тогда Тиаго Силва получил удар по ноге во время атаки Сент-Этиена, и сразу после этого Франсуа Клер первым касанием возил мяч в сетку парижан, установив окончательный счёт 2-2. В этом видео вы узнаете о грубом разговоре Неймара с одноклубником, как соперник поиздевался над Рамосом из-за защитной маски, как Лео Месси говорит по-английски, а также самый скандальный разговор за всю историю футбола, случившийся в мадридском дерби с Криштиану Роналду. Друзья, сможем собрать под этим видео 25 тысяч лайков? Если это случится, то я обязательно поспешу с выпуском следующей части. Неймар пропустит ответный матч с Баварией из-за ужасной травмы. Как изменилось поведение Роналду после смерти сына, а также как Льва Яшина признали лучшим вратарём за всю историю футбола. Эти новости и интересные факты вы можете увидеть в моём телеграм-канале «Жизнь футбол». Интересуют матчи их расписание? Тогда залетайте во второй канал, а если хотите посмеяться и поднять себе настроение, то переходите на канал с футбольными мемами. Друзья, жду всех ценителей моего канала и футбола в частности там. А теперь желаю приятного просмотра! Матч 1-8 финала ЛЧ между Порту и Ромой не обошёлся без выяснения отношений. Ну а как иначе, если в составе драконов выступает Пепе, которого мы все хорошо знаем. На 56-й минуте встречи Эдин Джека во время верхового единоборства толкнул португальцев спину. Тому, естественно, не понравился поступок боснильца, и у них завязалась беседа. «Я тебе сломаю колени! Только повтори это ещё раз! Только повтори!» После чего Джека начал симулировать и упал на газон, якобы из-за удар в лоб. Далее футболисты обеих команд стали выяснять отношения. Джека так и лежал на газоне, а Пепе улыбался из-за произошедшего. Арбитр находился в сантиметре и всё видел, а поэтому португалец не получил красную, но оба игрока схлопотали по жёлтой карточке. В этот момент Пепе добавил. «Уб***к ты нарочно, ударил меня ногой! Не ври, что это была случайность!» Пепе не просто так сказал про удар ногой, ведь если мы ещё раз посмотрим на момент столкновения, то заметим, как после падения Пепе Эдин в попытке обработать мяч сделал лишнее движение ногой, хотя, как по мне, делал он это и вправду не специально. Кстати, через полгода Пепе немного раскрыл тайну слов Джека перед той самой симуляцией. Он сказал мне, что я покину поле до окончания матча. Вероятно, это был намёк не на травму, а на красную карточку, которую Пепе должен был получить из-за симуляции Джеку. Но благодаря тому, что арбитр находился рядом и всё видел, Пепе избежал наказания и доиграл матч до самого конца. 17 апреля 2016 года в гости к Барселоне приехала Валенсия. В той игре каталонцы проиграли сопернику со счётом 2-1, но отметиться не самым лучшим поведением решил ещё молодой Неймар. Помимо того, что он часто конфликтовал с игроками Валенсии, Ней ещё и успел выяснить отношения со своим одноклубником Жорди Альбы. Оба игрока играли на левом фланге и, вероятно, бразильцу не нравились некоторые действия испанца. В одном из моментов Альба отдал пас на партнёра, тогда как Неймар показывал, что он свободен и хочет получить мяч. В итоге Ней разозлился и клянул. Су**ен сын, дай ты мне этот е**ый мяч! Что происходит? Давай мне пасы, болван! Жёстко, не правда ли? На этом Ней не остановился и два раза сказал. Какие-то проблемы? Какие-то проблемы? Жорди Альба что-то ответил Нейу, но его слова не попали на камеры испанского телеканала. Вообще, в той игре Ней был максимально агрессивен. Он вечно пререкался с арбитром, что-то кричал игрокам Валенсии, а в конце игры хотел ударить соперника, из-за чего на поле чуть не произошла потасовка. Вступаться за Неймара пришлось даже Лео Месси. А теперь к максимально свежему эпизоду, случившемуся в игре между Интером и Порту. И тут снова выяснение отношений между одноклубниками, а именно Андре О'Наной и всё тем же Эдином Джеку. Достоверно неизвестно, на какой почве у них произошёл конфликт. Кто-то говорит, что Анана накричал на Джека из-за плохой реализации. Другие пишут, что Камерунец был недоволен тем, что Эдин постоянно спорил с судьями. А другие, что Андре был недоволен невозвращением в защиту. Одно известно точно, вратарь отчитывал Джека, а босниц ему ответил. «Заткнись и делай свою работу! Возвращайся на ворота!» После этого Анана ещё сильнее расферепел, и успокаивать его пришлось Хакану Челханаглу, который пытался прикрыть рот вратарю, дабы тот не наговорил лишнего одноклубнику, или же чтобы его слова не были расшифрованы. Друзья, очевидно, что многие из вас, кто смотрит меня, интересуются футболом. В связи с этим я предлагаю вам попробовать футбол-тим. Это интереснейший онлайн-менеджер. Здесь все равны и решает только твой скилл. Создавай игрока, тренируй его, ходи на работу, вступай в клуб с реальными людьми или создай собственный. Игровой процесс заточен на тактике и понимании. Меняй стиль игры и переворачивай ход поединка. В общем, всё как в реальной жизни. С недавних пор в игре появились новые серверы, а значит, играть можно практически из любой страны. Заходите каждый день, активно прокачивайте своего футболиста и трофеи, которые вы видите на экране уже скоро могут стать вашими. И самое интересное, что регистрация происходит в один клик через Google, ВК и даже Facebook. А регистрируясь по моей ссылке в описании или же по этому QR-коду, вы получите на старте 600 энергии и 500 тысяч евро. В мадридском дерби 2017 года Серхио Рамос получил довольно неприятную травму носа. Тот матч он в итоге не смог доиграть из-за подозрения на сотрясение мозга. Но уже в следующей кампании против Атлетика Бильбао Серхио был вынужден играть в защитной маске. И тогда нападающий Басков Рауль Гарсия пошутил над Рамосом по этому поводу. «Что с носом? Хочешь снова получить?» После этого Серхио подошёл к Гарсии и сказал «Рауль, следи за языком». Затем они перекинулись ещё парой слов. Оба игрока являются испанцами, и, видимо, поэтому Рамос не повёлся на провокацию соперника, хотя маска приносила ему огромный дискомфорт. В той игре даже был эпизод, когда перед подачей углового он снял мешающий ему атрибут. Французский полузащитник Матео Гендузи славится своими провокационными выходками на поле. А бразилиц Неймар, как уже можно было понять по многочисленным роликам, любит поговорить на поле. В февральском матче Кубка Франции португалец Витинья повалил француза на газон. Ней сразу улечил Гендузи в симуляции и сказал «Продолжай нырять дальше», имитируя жесть падения. «Не тебе говорить о симуляциях», – ответил Матео. «Кто ты такой? Грязный выродок!» А уходя добавил «Мелкий кусок б***ма!» Кстати, Ней не просто так недолюбливает Гендузи. В прошлом сезоне бразилиц получил жёлтую карточку за фолл на французе. Причём Неймар был уверен, что соперник симулирует. Он кричал суде о неверности его решения, а также не забыл что-то сказать лежащему на газоне Матео. И снова Испания, но на этот раз в главной роли у нас Жерар Пике. Если вы следите за моим телеграм-каналом, то точно знаете такого персонажа, как Хавьер Тебас. Он является главой Ла Лиги, и многие уверены, что он недолюбливает Барсу. Но если в 2022 году это выглядело и вправду очевидно, то вот в 2017-м о таком подозревал Жерар Пике. Та игра с Вильяреалом не обошлась без спорных судейских решений, а именно рефери не засчитал сразу две игры рукой в штрафной Вильяреала. Пике в той игре и сам ничего не понимал. Он просто саркастически смеялся, а также высматривал кого-то на трибунах. После финального свистка Жерар снова стал смотреть в сторону трибун, но на этот раз выкинул пару фраз. «Эй, ты видел это? Ты видишь, что творится?» «Да, ты, ты!» Конкретно указав на какого-то человека. Ну и, конечно же, он обратился к президенту Ла Лиги, который в тот момент находился на трибунах. Далее, в послематчевом интервью Жерар добавил. Бруно Сориано дважды сыграл рукой, что было очевидно. Пусть проанализирует все, а я больше не буду говорить об этой чуши. Забавно, но на следующий день Тебас сказал. «Не думаю, что после матча Пике обращался именно ко мне. На трибуне было много других людей». А Пике через несколько часов написал, что адресовал все сказанное именно Хавьеру. А теперь самое интересное. Это даже не просто разговор, а целая история, которая вытекает лишь из двух фраз. И это, очевидно, самый обсуждаемый и громкий инцидент, связанный с разговором двух игроков на поле, который произошел в мадридском дерби. Главными участниками беседы стали Криштиану Роналду и Коки. Почему громкий? Потому что тогда многие посчитали, что португалец признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Как все было. В одном из эпизодов оба футболиста сцепились в единоборстве. Кришу что-то не понравилось, и он отмахнулся от Коки. Далее у них случилась битва взглядов, которая сопровождалась грязными высказываниями в адрес друг друга. «Ты п***ик!» Сказал Коки. «Да, я п***к! Зато у меня полно денег, а ты уб***к!» Ответил Криштиану. Если вы сочли слова Роналду как признание, то могу заранее сказать, что тут все более запутанно. Перейдем сначала к тому, как же этот разговор так точно расшифровали. А виновником торжества стала испанская радио «Коуп» и, в частности, авторитетный журналист Хуан Макастаньо. В то время у «Атлетика» был другой стадион, а именно «Висенте Кальдерон». Оказывается, гостевая раздевалка там расположена очень близко к залу прессы. И именно поэтому представители СМИ услышали каждое слово скандального разговора Роналду. Кроме этого, из-за шума в душевых футболисты мадридского клуба общались очень громко, что еще больше упростило работу любопытным журналистам. Итак, предлагаю вам ознакомиться с дословным разговором Роналду с партнерами по команде в раздевалке. «Кокин назвал меня ***». «Что?» – переспросил один из партнеров Роналду. «Он сказал мне, что я ***». «Он на самом деле это сказал?» – продолжил удивляться собеседник Криштиану. «Да, и я ему ответил, что если мы встретимся в Мадриде, то он увидит, что я сделаю». «И что ты сделаешь?» «Ничего, что я могу сделать?» Между тем, к разговору присоединяется еще один игрок Реала. «Что тебе сказали?» «Кто это сказал?» «Кокин назвал меня ***». «А я ответил ему, да, я ***, но с кучей денег уб***к. Кокин говорит, что я ***, но при этом уже три года мы надираем им зады в Лиге Чемпионов», – добавил Роналду, прихлопнув кулак своей рукой. На этом курьезная беседа игроков Реала не завершилась, и к разговору присоединился Коэн Трау и Марселу, которые в оскорбительной форме высказались о защитнике Атлетика Хуан Фране. «Хуан Фран фатально показал себя в этом матче», – сказал Коэн Трау, используя при этом нецензурную лексику. «Как бы он даже очень хотел, то ничего бы не смог показать», – ответил португальцу Марселу. «Как вы могли понять, сочинить такое не под силу даже журналистам. А игроки просто не знали, что за стеной стояли люди, которые всё слышали. В эфире передачи на радио Коуп так и сказали. «Мы не приводим содержание разговора с чьих-то чужих слов. Мы говорим именно так, как они были слышны». На этом обсуждение эпизода в эфире передачи на радио подошло к концу. Но главный вопрос, почему же Криштиану признался Коки, что он гей? Причиной тому, видимо, стихотворные навыки Криштиану. Предлагаю взглянуть на эту фразу на испанском языке. Можно заметить, что первое и последнее слово рифмуется. То есть Роналду не то, что в чём-то признался, а просто решил позабавиться игрой слов. Это то же самое, если бы Криштиану подошёл к Рамосу и сказал «Ты настоящая стена». «Да, стена, зато они все меня боятся, старина». Кстати, Криштиану вообще никак не прокомментировал этот эпизод. А Коки лишь сказал «Это футбол, такой в этом виде спорта случается часто, всё нормально». Ну и завершим, как обычно, на хорошей ноте. Что необычного в том, что Лео Месси говорит на английском языке? Видимо, что-то в этом есть, поскольку короткий ролик с речью Лео перед матчем с Ювентусом набрал целых 11 миллионов просмотров. Сначала предлагаю послушать с закадровой озвучкой. Вы сегодня в гостях, решать вам, есть ангел и есть текст. Хм, текст. У тебя текст, а ангел для тебя. Это текст, да, ты победил. Ты можешь выбрать мяч или ворота. Мяч, мяч. Вот и всё, два слова Лео на английском, но зато это вызвало, по всей видимости, дикий интерес у зрителей. Далее перейдём к случаю из 2013 года. Незаявленный на игру против эспаньола Фабио Каентрау, однако, разместился на скамейке перед матчем, где могут находиться только игроки заявочного списка. Кассильес сразу сказал, «Ты сегодня не в заявке, ты не можешь сидеть здесь». Похоже, Фабио ничего не понял. Игроки Реала тогда залились бурным смехом. Кассильес снова обратился к ошарашенному от такой информации Каентрау. «Спроси у Мауринио, и всё увидишь». Каентрау подошёл к помощнику и спросил, «Мне нельзя тут находиться?» «Вообще-то нет». После чего Фабио куда-то ушёл. Причём даже Жузе Мауринио рассмешил этот инцидент. «Кстати, я нашёл тот матч, и могу сказать, что Фабио действительно не попал в заявку». Но тогда вопрос, а зачем он вообще полетел с командой на выездную игру? Ещё один забавный разговор произошёл у Криштиану Роналду с видеооператором прямо в подтрибунном помещении. Сотрудник чуть ли не в лицо тыкал камерой в Криштиану, и тогда Роналду сказал ему, «Если ты подойдёшь ещё ближе, то заденешь меня камерой по лицу. Боже мой!» Далее подключился шутник Марселу. «Он просто хочет поближе разглядеть твоё красивое лицо». И завершим видео необычной, мотивирующей речью Пеппа Гвардиолы в перерыве матча против Брюгге. Вы знаете, почему Леонель Месси – лучший игрок, которого я когда-либо видел в своей жизни? Он боец, он зверь. Сейчас мы отдаём пас и смотрим. Когда вы отдаёте передачу, атакуйте всегда. Вы должны забивать голы, ребята. Месси отдаёт мяч и идёт как машина, он чувствует гол. Вы должны переступить через это и должны оказаться здесь. Возможно, мы раскрыли главный секрет Гвардиолы в Ман-Сити. Ведь ту игру горожане в итоге выиграли со счётом 5-1. Видео подходит к завершению, а это значит, можно блеснуть своими футбольными знаниями. Друзья, в прошлом видео я задал вам вот такой фото-вопрос. Ну и вот первые три человека, а также несколько случайно выбранных людей, которые верно на него ответили. А теперь новый фото-вопрос. Вам необходимо просто угадать четырёх футболистов по их детским фото. Это довольно популярные и знаменитые футболисты, играющие на топовом уровне и по сей день. Друзья, большинство из вас смотрят видео без подписки. И я был бы очень благодарен, если бы мы поправили ситуацию. Если вас и правда заинтересовало это или другие видео, то хочу попросить вас подписаться на мой канал. Таким образом, вы всегда будете в курсе новых роликов и будете получать уведомления самыми первыми. Главное, не забудьте нажать на колокольчик. А через несколько секунд на экране появится ещё пара роликов, которые точно вас заинтересуют. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok